Здравствуйте и позвольте разжечь. Предвестник ТВ продолжает подводить политические итоги уходящего 2012 года. Сегодня мы беседуем на эту тему с руководителем Исполкома Национально-демократической партии России Владимиром Тором. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Какое событие уходящего 2012 года вы бы назвали ключевым, определяющим, главным? Что вам показалось? Какое событие в этом году? 2012 год был очень богат на события. Прежде всего, он прошел под знаком массовых акций на улицах Москвы и по всей стране. Для меня и вообще для русских националистов традиционно самое знаковое событие – это русский марш 4 ноября. Это было завершающее крупное мероприятие этого года. «Русский марш» собрал по разным оценкам от 10 до 15 тысяч человек. И он показал, что русские националисты обладают на улицах необходимым потенциалом для серьезного влияния на политическую жизнь в стране. Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию внес такое предложение – давать всем выходцам из СССР, а также потомкам этих выходцев и потомкам даже граждан Российской империи давать российское гражданство. Нам известно, что вы не поддерживаете это предложение. А что вы предлагаете взамен? Конечно, я не поддерживаю эту идею. Дать российское гражданство в упрощенном порядке всем, когда-либо проживавшим на территории Российской империи и их прямым потомкам – это значит открыть настижь двери для миллионов и миллионов гастарбайтеров из Средней Азии. Из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и далее, далее, далее. Россия не выдержит. В России и так слишком хрупок на сегодняшний момент межнациональный мир, если его можно назвать на сегодняшний момент мир, и новых орд-мигрантов Россия не перенесет. Нам необходимо обустраивать нашу страну, а не превращать ее в проходной двор. Нам необходимо строить новую экономику, а это требует инновационной экономики и прежде всего роста производительности труда. Завозя дешевую рабскую силу, мы лишь разрушаем свою страну. А если они ассимилируются? У нас же с демографией в любом случае проблемы. Для того, чтобы люди ассимилировались, необходимо, чтобы четко работала машина по ассимиляции. Для этого необходимо, чтобы русская нация чувствовала себя благополучно. Необходимо, чтобы русских в стране было подавляющее большинство. Тогда оно в состоянии в течение какого-то времени ассимилировать определенное количество людей. Но если входящий поток превышает способности страны к ассимиляции, то страна ломается. Людей все труднее становится ассимилировать. И в результате мы получаем смешение народов и орду. Мы получим очень серьезные проблемы, которые сейчас в полный рост стоят в Германии, в полный рост стоят во Франции и в других европейских странах. Мало того, наш случай будет значительно более злее. Я думаю, что до этого допускать нельзя. Что предлагаем мы? Мы считаем, что необходимо моментально, без всяких напряжений, просто по факту рождения выдавать российские паспорта всем русским. Под русским мы понимаем термин, как он трактовался до революции 1917 года. Когда под русскими подразумевались великороссы, малороссы и белорусы. То есть практически все славяне по своему просто факту происхождения, хотя бы один славянин из родителей, должны автоматом получать российское гражданство. Смотрите, а татары, башкиры, они же тоже их, кстати, воспринимают на Западе, так же как русских. Выходят из России русские. Любая политика носит характер расставления приоритетов. Мы должны четко расставить приоритеты, за что мы выступаем. Ни один народ на сегодняшний момент не имеет такой демографической ямы, значимой для России, как русский. Надо давать себе отчет, что русских в России 80 миллионов. Надо понимать, что русских за пределами России, только людей, которые прямо называют себя русскими, даже не малороссами, не белорусами, это 25 миллионов человек. Большинство из них не имеет российского гражданства. Именно эту тему мы должны решить в первую очередь. Коренные народы, такие как татары, башкиры, этот вопрос может быть рассмотрен и решен положительно. Но надо давать себе отчет, что и татар за рубежом, и башкиры за рубежом реально ничтожное количество. Речь идет явно не о миллионах и даже не о сотнях тысячах. Межэтническая напряженность в 2012 году снизилась или наоборот как-то разрослась? Или это все вообще разговоры такие для ксенофобов? И нет никакой межэтнической напряженности? Когда говорят о том, что националисты разлагают ксенофобские настроения, я всегда привожу пример с попыткой поджечь снег. Вот то, что не горит, поджечь невозможно. А то, что уже находится в состоянии взрывоопасном и поджигать не надо, оно само взрывается. Ситуация в межнациональных отношениях в России крайне напряженная. Напряжение идет по линии славяне, кавказцы и выходцы из Средней Азии. Напряжение идет по линии традиционно христианские народы и исламские народы. Это не разжигание, это констатация факта. Такой конфликт в стране действительно имеет место быть. Он нарастает. И речь идет даже не о крупных столкновениях, хотя и они в течение этого года были и не один, и не два раза. И не о знаковых убийствах. К сожалению, такие убийства происходят регулярно. Речь идет прежде всего о настроениях широких масс. Опросы показывают, что две трети населения реально видят угрозу со стороны выходцев из Средней Азии и закавказцев и воспринимают их как серьезную угрозу для своего повседневного существования. Это чревато очень крупными конфликтами. И если мы посмотрим вперед на эту тенденцию на развитие, то, к сожалению, эта тенденция только усугубляется. Потому что вал мигрантов не ослабляется. Политика правительства и режима Путина крайне неразумная в этом направлении. Она только поощряет приезд новых орд мигрантов из Средней Азии. Оно поощряет разгул хулиганства и бандитизма выходцев Северного Кавказа. И это неизбежно приведет к росту межнационального напряжения, конфликтам и социальным взрывам. Ну вот опять же, что с Кавказом-то делать? Это же часть России. Что, отделять? А как можно их не пускать вообще, чтобы они не приезжали? Как это вообще? Существуют проверенные рецепты решения этой проблемы. Рецепт называется нулевой уровень толерантности к правонарушению. Необходимо поставить работу правоохранительных органов таким образом, что преступление будет неукоснительно наказываться. И надо понимать, что необходимо сейчас сосредоточиться на определенных направлениях. Есть такая теория, теория разбитого окна. Она социологами, в принципе, доказана на богатом практическом материале. Там, где неухоженная жизнь, там, где разбитые окна, там неизбежно накапливается правонарушений, становится все больше и больше и больше. Очень показательна в этом отношении история метро в Нью-Йорке. В 80-е годы метро в Нью-Йорке был просто гетто для преступлений. Загаженный метрополитен и огромное количество насильственных преступлений. Когда пришли новые руководители, с чего они начали? Они начали с наведения порядков на турникетах, чтобы не лазили безбилетники. И начали с того, что стали отмывать метрополитен и ликвидировать граффити. За этот счет понизилось количество хулиганов, повысился контроль и люди стали приличнее вести. Нужно ставить некоторые границы. Что необходимо сейчас делать, в первую очередь? Оставить визовый режим и ударить по кавказской преступности. Несколько знаковых дел. Решительность в этом направлении, нежелание идти на компромиссы с кавказскими диаспорами, которые пытаются отмазывать своих хулиганов. Именно это может переломить ситуацию. Кроме того, необходимо изменить приоритеты финансирования Северного Кавказа. Надо четко понять, что там, те регионы, откуда бегут русские, они России не нужны. Зачем нужны регионы там, где нет русских? Зачем нужна Россия, где не будет русских? Мне такая Россия не нужна. Соответственно, финансирование региона должно быть поставлено в прямую зависимость от увеличения количества русских в этом регионе. Необходимо, чтобы именно русские общины, казачьи общины, стали локомотивом экономического и социального развития этих территорий. Именно им должны идти деньги, именно они должны распределять деньги на этой территории, а не кавказские ханы. Если русским общинам потребуются трудолюбивые чеченские электрики или ингушские химики или дагестанские механизаторы, они, безусловно, их наймут и создадут новые рабочие места. Ежели такие конкурентноспособные специалисты не найдутся, значит, мы будем искать таких специалистов среди русских. А кавказцы в пути лица своего будут добывать себе хлеб за счет того, что будут разводить баранов, пасти овец, растить кукурузу и заниматься прочим мирным сельскохозяйством, трудом на своей территории. Но предел бандитизма должен быть поставлен. Чечня и Ингушетия, Дагестан и Северный Кавказ должны быть сняты с федерального довольствия, которое идет за счет русского кармана. Давайте развернем нашу беседу немножко в другом направлении. Недавно был подписан акт Магнитского президентом Обамы, и в ответ на этот акт Магнитского наша Государственная Дума приняла закон Димы Яковлева. Поддерживаете этот закон? Вы знаете, очень интересная ситуация сейчас разворачивается между законом Магнитского и антимагнитского. Я, как русский националист, смотрю на это со стороны и задаюсь таким вопросом. Ежели слон на кита залезет, кто кого сборит? Вот такая старая история. Что подразумевает собой акт Магнитского? Акт Магнитского подразумевает, что американцы решили запретить владеть капиталами на своей территории жуликам и ворам из числа российских чиновников. Я это решение могу только приветствовать. Я вообще против жуликов и воров на государственной службе. Поэтому, если их кто-то каким-то образом ущемляет, я это только приветствую. Что в ответ решили сделать жулики и воры? Они приняли закон о противодействии злочинным американцам. Там, в принципе, в этом законе речь идет не столько об усыновлении детей. Кто читал этот закон, знает, что там посвящена лишь одна небольшая статья. О чем речь идет в законе антимагнитского? Во-первых, речь идет о конфискации без суда американской собственности на территории Российской Федерации. То есть, если люди, попавшие в черный список, который ведется компетентными органами, если американцы, попавшие в этот черный список, владеют счетами на территории Российской Федерации, владеют предприятиями, недвижимостью, собственностью, то это все арестовывается. Предприятия их ликвидируются, причем не только их прямые предприятия, но и подконтрольные им предприятия. А также блокируется их место в советах директоров различных корпораций. Реально речь идет о несудебном изъятии огромной американской собственности. Собственность – это в чем, прежде всего, заключается? Нефть, газ, месторождение. Идет соревнование. Они запрещают пользоваться долларом. Здесь их лишают нефти. Кто победит в этом случае? Я, честно говоря, не знаю. Но очевидно, что система дестабилизируется абсолютно. И это может нанести колоссальный удар режиму Путина. Я это только приветствую. Другой момент из этого закона – возможность без суда запрещать любую некоммерческую организацию на территории Российской Федерации, если ее деятельность компетентными органами России будет признана враждебной правительству Российской Федерации. По опыту применения антиэкстремистского закона, по опыту применения статьи 282, мы понимаем, что речь идет о внесудебной расправе над кем угодно по любому поводу. Я этот момент категорически осуждаю. Я подчеркиваю, что речь идет не о специфично американских организациях, а о любой некоммерческой организации. То есть речь идет об установлении прямой диктатуры. Что касается вопроса об установлении детей, то я считаю так, что очень было бы хорошо, если бы дети из России, сироты из России, воспитывались в самой России. Это было бы очень хорошо. И это направление я категорически приветствую. Но если мы не можем разобрать по семьям всех сирот, мы не должны запрещать другим людям помочь сиротам и принять их в свою семью. Независимо от того, какая страна берет их. Потому что интересы ребенка превыше всего. Я не готов из патриотических чувств уморить хотя бы одного ребенка. Тем более, что речь по этому закону идет не о сотнях тысяч, не о десятках тысяч. Речь идет на самом деле о нескольких сотнях детей. В этом случае выставлять детей в качестве заложника – это какая-то безнравственность. А вы поддерживаете то, что собираются подписи, чтобы также ограничить въезд в Соединенные Штаты Америки тем депутатам, которые проголосовали за антимагнитский закон? Я выступаю за трезвую, спокойную голову и против всяческих истерик. Я полагаю, что правительство администрации президента США Обама будет принимать решение, отнюдь не ориентируясь на несколько десятков нервных петиций, написанных на том или ином электронном сайте. Поэтому я высказал свое отношение к этому закону, причем по пунктам. Но я не собираюсь принимать его в массовой истерии по этому поводу. И вообще хочу сказать всем, если вы действительно сильно обеспокоены судьбой сирот, попробуйте помочь им самостоятельно. Если вы это не можете сделать, а я вас не осуждаю в этом случае, если вы это не сможете, потому что взять ребенка чужого в семью, стать приемным родителем – это тяжкий крест, который далеко не всем по силам. И если вы можете это сделать, честь и хвала сделайте, но имейте в виду, что это очень тяжкий крест. Если вы это не можете сами сделать, помогите детям материально, помогите тем, кто этим вопросом занимается. Но не надо воевать трупиками детей. Давайте вспомним притчу Соломона о том, как вот две матери раздирали ребеночка, доказывая, кому он принадлежит. Люди, будьте людьми. Сменим немножко тему. В этом году был избран Координационный совет оппозиции. Вас туда избрали. Как работает? Вы разочарованы или наоборот, вы довольны работой? И поражение от победы ты сам не должен отличать. Я не разочарован. Я не могу сказать, что я полу энтузиазма. Я прикладываю все возможные силы для того, чтобы там работать. Я полагаю, что создание Координационного совета – очень важный момент. Россия, граждане России, чрезвычайно нуждаются в парламенте. Как в месте говорения по актуальным проблемам. Как в месте представляющие различные точки зрения избирателей на эти проблемы. И на точки, где эти позиции согласуются между собой. Где люди ищут компромисс. Как известно, Государственная дума решением «Единой России» объявлена не местом для дискуссий. А вообще-то России чрезвычайно нужно такое место. Координационный совет является протоинститутом для будущего свободного парламента, который так необходим России. Различные политические силы – националисты, либералы, левые, представители гражданских объединений. Учатся находить язык друг с другом. Необходимо понять, что мы из России никуда не денемся. Россия – это наше отечество. Это наш, если хотите, спасательный плод. И кто не может быть частью решения проблемы на этом плоту, значит, это часть проблемы. Мы все сейчас находимся в очень сложной ситуации. Нам необходимо находить общий язык друг с другом и учиться работать совместно. Я считаю, что Координационный совет на сегодняшний момент показывает достаточно высокий образец искусства парламентской жизни. То, чего мы, например, не видим в Государственной думе Российской Федерации. То есть, та борьба, которая сложилась между режимом и Координационным советом, она как раз уравнивает друг с другом. То есть, с одной стороны Дума, с другой стороны парламент. Кто с кем борется, тот тому и равен. Собственно, последний вопрос. Вы, конечно, не Нострадамус, но тем не менее, как политику, как человеку, который обладает стратегическим умом, умеет мыслить стратегически. Вопрос такой, чего вы ожидаете от 2013 года? Все-таки будет революция или удержится путинский режим? Я бы не стал ставить знак равенства между революцией и крахом путинского режима. Мы наблюдаем сейчас деградацию режима, реально. Это связано даже не с особенностями личности Путина, а с общим системным кризисом. И я полагаю, что это как в физике, в механике. Консоль не может быть бесконечной длины. В конце концов, балка под собственным весом начинает рушиться. Вот и режим начинает рушиться под собственным весом, под собственными проблемами. Посмотрите, какие в последнее время приняты решения. Принято решение о том, что чиновникам всем, федеральным, муниципальным, служащим прокуратуры, судов, следственного комитета, ФСБ, ГРУ, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и прочее, прочее, прочее. Запрещено владеть собственностью за пределами Российской Федерации, иметь счета за пределами Российской Федерации, владеть долями в предприятиях за пределами Российской Федерации. На самом деле этот закон ударяет в мягонькое, под дых, сотни тысяч путинских опричников. Это очень серьезный удар для них. Мы уже слышим голоса о том, что если такой закон будет принят, мы уйдем с государственной службы. Катя Твердорога, до свидания, Буси. К чему это приведет? Это приведет к разрушению путинской вертикали. Соратники Путина, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й эшелон, совершенно оправданно сейчас задают ему вопрос. За что боролись? За что кровь проливали? Свою и чужую, магнитскую того же. За что? Как же так? Теперь как мы будем хранить наши богатства? Что с нами делать? Что делать с выездом за рубеж? Вся система рушится. Ведь они ее выстраивали, этот новый Советский Союз, не для себя. Советский Союз новый, они Евразийский Союз, они выстраивают для населения. А себе они хотят благополучной западной капиталистической жизни. Они хотят ездить в Крушевеле, они хотят держать счета в швейцарских банках, они хотят, чтобы их дети учились в Лондоне. Они хотят счастливой, благополучной, буржуазной, западной жизни для себя. И как раз вот эту жизнь, этот закон им и разрушает. Кроме того, Путин сейчас, запустив механизм конфискации американской собственности, приводит к тому, что разрушается сам институт собственности на территории Российской Федерации. И это коснется не только американцев. Это коснется компаний, где есть доля американцев. Соответственно, неизбежно одно только обсуждение этих законов уронит котировки этих компаний. Это ударит по интересам всех из-за имущего класса. А основная функция Путина в чем? Чтобы обеспечить сохранную собственность на территории России и за рубежом. И этот класс с ужасом понимает, что как раз эту функцию Путин перестал выполнять. Да нет, он ее просто провалил. Он ее реально провалил. В России есть исторические примеры противоядия против правителей, которые проваливают миссии потомного рода. Как правило, реакция власти имущего класса идет путем закупки табакерок и шарфиков. Это очень печальный, но исторически закономерный результат. Я полагаю, что 2013 год может стать годом очень больших сюрпризов. И в сложившейся ситуации Путину надо бояться не столько людей, которые выйдут на Болотную площадь, кроме как своего ближнего окружения. Процесс запущен, он носит объективный характер. Это системный кризис, который сама система разрулить не в состоянии, пока она завязана, на один краеугольный камень Владимира Владимировича Путина. Вот этот режим, он висит на его личности, его персоне. А персона уже не молода. Человек уже пенсионер. У человека начинаются проблемы со здоровьем. У человека, как показывает его последняя пресс-конференция, реальные проблемы с адекватным восприятием действительности. У человека поломалась политическая либидо. Если раньше он мог легко обаять женщину средних лет из провинции, просто на мужском обаянии, и она составляла львиную долю электората, который голосует за Путина, то теперь попытка сократить так интимно дистанцию с блондинкой, крашенной из провинции, садись, Маша, нарывается на жестко-зеркальную ответку. Спасибо, Вова. И вместо того, чтобы подтянуть к себе барышню и обаять ее, джудаист оказывается, что его прямо попой с размаху усадили на ковер, ближе к блондинке, в очень раздраженном состоянии. Либидо-то поломалось, вертикаль-то властная обмякла. Нечем выстраивать эту вертикаль. Нет возможности прямого разговора с народом. Это на самом деле очень серьезный маркер. Массы чрезвычайно раздражены и недовольны ситуацией. И властителю не на кого опереться. Ни на свой ближний круг калиуретов, ни на олигархический капитал, и в конце концов, ни на вот эту пресловутую Машу. Проблема. Спасибо вам, Владимир, за интересные ответы. Некоторые были прям вообще неожиданными. Я желаю вам и вашей партии в наступающем 2013 году, конечно же, политической удачи. А все остальное у вас есть. Спасибо, но удача нужна не столько нашей партии, сколько нужна удача всей России и русской нации. Если нет удачи для них, то и для партии нету счастья. Благодарю вас. Смотрите «Предвестник» и пусть следующий год станет годом длинных шарфов и тяжелых табакерок для путинского режима. Но не для вас. Продолжение следует...